В Молдове стартовала избирательная гонка. Кандидаты в главы государства и участники референдума по евроинтеграции получили право начать эгитацию. 20 сентября Центральная избирательная комиссия опубликовала в Facebook видеоролик с призывом провести кампанию со строгим соблюдением принципов справедливости, прозрачности, законности и уважения к гражданам. Дорогие поддержки, будьте амбасадорами респекта и деменности в этой кампании. Добавайте с людьми о идее, а не о безбинаре. По данным на 20 сентября Центр избирком зарегистрировал четверых кандидатов. В первом бюллетене будет указан бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого выдвинула партия социалистов. На второй строчке действующий президент Майя Санду от партии «Действия и солидарность». Третью строчку бюллетеня займет лидер политформирования «Наша партия» Ринато Усатый. И на четвертый – экс-премьер Василий Тарлев, которого поддерживает возглавляемая им партия «Будущее Молдовы». 20 сентября – это последний день, когда Центр избирком принимал заявки и подписные листы на регистрацию в качестве кандидатов в президенты и в качестве участников референдума. Документы успела сдать Наталья Марарь, которая намерена баллотироваться независимо. Журналистка написала в Фейсбуке, что всего им с командой удалось собрать более 24 тысяч подписей из 25 районов страны и поблагодарила граждан за доверие. Подписные листы принес и Тудор Ульяновский, который также выдвигается как независимый кандидат. В Телеграме он отчитался, что собрал более 27 тысяч подписей молдавских граждан со всей страны и за рубежа. Ульяновский отметил, что процесс был нелегким, поскольку принести требуется такое же количество подписей, как и партийным кандидатам, но у последних совсем другие ресурсы и возможности. До Центр избиркома дошел и лидер партии «Коалиция за единство и благополучие» Игорь Мунтяну. В Фейсбуке он сообщил, что собрал более 17,5 тысяч подписей в 22 районах Молдовы. Мунтяну написал, что готов стать президентом, оправдывающим ожидания граждан. Отметим, что 8 заявок от потенциальных кандидатов на пост главы государства еще находятся на рассмотрении в ЦИКе. Также к старту избирательной кампании ЦИК зарегистрировал десятерых участников республиканского референдума о внесении изменений в Конституцию с целью вступления Молдовы в Евросоюз. Продвигать европейский путь страны намерены «Коалиция за единство и благосостояние», «Зеленая экологическая партия», «Избирательный блок Эмприуне», «Партия действия и солидарность», «Альянс либералов и демократов за Европу», «Движение Респект Молдова», «Национальное альтернативное движение» и «Партия Демократия Дома». Агитировать против евроинтеграции будут политформирование «Возрождение» и «Партия коммунистов». 20 сентября документы принесли еще пять потенциальных участников референдума. «Партия Мы», «Партия национального воссоединения Акасы», «Европейская социал-демократическая партия» и «Формирование воли народа» намерены продвигать евроинтеграцию. «Партия Победа» настроена против. Семь заявок еще находятся на рассмотрении. Первые в бюллетене и в предвыборной гонке. Утром 20 сентября кандидат в президент от ПСРМ Александр Стояногло и его команда собрались в сквере у Кафедрального собора, чтобы рассказать о своих ценностях и намерениях. Бывший генпрокурор заявил, что собирается восстановить справедливость и порядок в Молдове, планирует улучшить экономику страны, вложить средства в систему образования, а также создать новые рабочие места. «Молдавскому бизнесу, находящемуся в критическом положении, должны быть предоставлены беспрецедентные стимулы и в банковской сфере, и в сфере налогообложения, и, главное, в сфере правовой предсказуемости. Детские сады, школы, университеты, развивающиеся центры – область приоритетных инвестиций. Инвестиции не только в стены и мебель, а в первую очередь в специалистов, педагогов всех уровней». Поддержать Стояногло вышел лидер партии социалистов Игорь Дадон. Он назвал бывшего генпрокурора достойным кандидатом и государственником, а также призвал граждан проголосовать на выборах за его кандидатуру. «Стояногло также опубликовал короткий документальный фильм о детстве, семье и карьере. Своим лозунгом Стояногло выбрал справедливость для всех. Действующий президент Майя Санду вступила в избирательную гонку и начала первый день своей кампании на сцене в центре столицы. Её сторонники собрались 20 сентября у театра оперы и балета имени Марии Беешу. Среди участников мероприятия были деятели искусства, музыки, спорта, ветераны, а по видеосвязи подключились и представители диаспоры. Они поделились ожиданиями и пожелали Санду удачи на выборах. В своей речи глава государства подчеркнула, что нынешнее поколение и каждый, кто его поддерживает, несёт ответственность за будущее Молдовы. У каждого поколения своя миссия, та, за которую оно будет отчитываться перед историей. Наши предшественники боролись за свободу, язык, самоопределение, рискуя потерять работу, учёбу в университете или быть арестованными. Нашей миссией в условиях демократии и свободы является интеграция Республики Молдова в большую европейскую семью. За это боролись наши родители и дедушки с бабушками, чтобы мы застали такой день, когда сможем свободно выбирать будущее нашей страны. Санду отметила приоритеты своей предвыборной кампании, в их числе предоставление 8 миллиардов леев на инфраструктурные проекты, поддержка не менее трёх проектов в каждом населённом пункте, ремонт и оснащение всех поликлиник страны, бесплатное питание для учащихся с 1 по 9 классы и поддержание мира. Глава государства напомнила о достижениях за те 4 года, что она находится у власти. «Вместе, благодаря вашему участию, нам удалось освободить страну от воров. За эти 4 года мы прошли через кризисы. Это было нелегко, но нам удалось стабилизировать ситуацию. Сегодня у Молдовы есть чёткий путь вперёд. И то, что казалось невозможным 4 года назад, стало близко как никогда. За последние годы наши населённые пункты получили финансирование на развитие в размере 2 миллиардов 850 миллионов леев, что в три раза больше, чем за последние 10 лет». В числе тех, кто пришёл поддержать Санду, были премьер Дарин Ричан, председатель парламента Игорь Гроссу, министр труда и соцзащиты Алексей Бузу, депутаты ПАС Раду Мариан и Наталья Давидович и другие. Отметим, что министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну взял отпуск за свой счёт, чтобы помогать с предвыборной кампанией. Эту информацию сообщила для ньюсмейкера пресс-секретарь партии «Действия и солидарность» Адриана Влас. Лозунг действующего президента на выборах – «Майя Санду за Молдову». Первый же день избирательной кампании без протестов не обошёлся. Сторонники Блока Победы, который создал в Москве беглый олигарх Илон Шор, собрались у здания Кишинёвского суда сектора Буюканы. 20 сентября там состоялось очередное заседание по делу Башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Её обвиняют в причастности к незаконному финансированию деятельности запрещенной в стране партии Шор. Евгения, мы с тобой! Поддержать Гуцул пришёл и Алексей Лунгу, лидер политформирования «Шанс», которое Центризбирком исключил из списка партий, имеющих право на участие в выборах и референдуме. Он поучаствовал в битве мегафонов с гражданкой, которая оказалась против Гуцул и её сторонников. Сама Башкан поблагодарила каждого присутствующего за поддержку и заявила, что судебное заседание ничем не закончилось. Спасибо большое! Вас было действительно очень хорошо слышно на судебном заседании. Опять у нас двое свидетелей не пришли. Только одна свидетельница пришла. Просто человек-бизнесмен, который оказывает услуги и кетеринг, и в Бельцах живёт, и меня не знает. Ранее Евгения Гуцул отметила, что в это же утро только вернулась из России, где успела подписать соглашение для помощи фермерам. Одно из них с некоммерческой организацией «Евразия», которая связана с беглым олигархом Илоном Шором и находится под санкциями США. По словам Башкана, Россия предоставит гуманитарную помощь в виде топлива, семян и удобрений. Отметим, что следующее судебное заседание по делу Башкана состоится 3 октября. Напомним, по данным антикоррупционной прокуратуры, Гуцул в период с 2019 по 2022 год систематически ввозила контрабанды деньги в Молдову для финансирования деятельности партии. Главу Генерального штаба Национальной армии Эдуарда Хладчука отправили в отставку, поскольку он достиг пенсионного возраста. Такое объяснение дал глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп. По его словам, власти уже определили кандидата, который заменит Ахладчука, и огласят имя в ближайшее время. Было решено выдвинуть другую кандидатуру, когда истечет срок. Господин Ахладчук достиг пенсионного возраста и больше не может занимать эту должность. Будет выбран другой человек. В ближайшем будущем министр объявит имя того, кто, по его мнению, достоин занимать эту должность. С другой стороны, некоторые депутаты от блока коммунистов и социалистов говорят, что увольнение начальника штаба нацармии следовало обсудить на заседании парламентской комиссии по безопасности. Однако этого не произошло. Это большой сюрприз для всех нас, в том числе для представителей комиссии по безопасности. Мы не были проинформированы и не знаем причин отставки, подозревая, что это личные амбиции кого-то из нынешнего правительства. И, возможно, желание привести на должность более послушного человека. Я думаю, что были ситуации, когда он выступал против определенных решений. Я не видел в повестке заседавших комиссий этой темы, что вызывает сожаление. Конечно, нужно было обсудить, выразить мнение. Жаль, что власти ограничились пресс-релизом. Председатель парламента Игорь Гроссу, хотя и признает, что тема вызвала ряд дискуссий и вопросов, снова заявил, что другой причины, кроме официально заявленной, нет. «Было бы неплохо, чтобы министерство разъяснило более детально, чтобы избежать инсинуаций. Потому что, признаюсь, когда я прочёл первые заголовки, я сказал, давайте понятнее объясним всё людям, чтобы прекратились различные толкования. И так, речь идёт об истечении срока действия контракта». 18 сентября правительство по предложению Минобороны проголосовало за увольнение начальника штаба нацармии без объяснения причин. Позже представители оборонного ведомства сообщили в пресс-релизе, что срок трудового договора Эдуарда Охладчука истёк. Он занял пост руководителя аппарата в ноябре 2021-го и пока не делал никаких заявлений по поводу своей отставки. Окончательное решение примет президент Майя Санду, когда будет или не будет подписывать соответствующий указ. Принятый на прошлой неделе закон, который предусматривает помощь для фермеров, пострадавших от засухи этого года, нуждается в доработке. Об этом говорят некоторые представители оппозиции, которые считают, что поддержка была оказана на слишком короткий срок, и ситуация в целом существенно не поменяется. «Это укол, который причиняет боль, но не решает проблемы. Этот шаг их немного успокоит. Но если говорить прямо, через несколько месяцев проблема усугубится. Когда начнутся осенние работы, фермеры попытаются обратиться в коммерческие банки за кредитами, а поскольку у них будут долги в этих банках, те откажутся предоставлять кредит». «Над этим законом ещё нужно работать, корректировать, поэтому мы приложим усилия для изменения проекта». Руководство законодательного органа говорит, что парламент готов внести поправки. Но в первую очередь аграрии должны поговорить со всеми, кто причастен к этой сфере, и собрать лучшие предложения. «Пусть они сядут за стол с Министерством сельского хозяйства, правительством, Министерством финансов, всеми заинтересованными сторонами, выступят с предложениями, и мы с радостью их проанализируем». Оппозиция раскритиковала даже инициативу президента Майя Санду пригласить фермеров на переговоры в среду, то есть спустя пять дней после их протеста. «Её Величество Майя Санду готово встретиться с аграриями через пять дней. Не очень красиво по отношению к ним». В комментарии для ньюсмейкера глава администрации президента Андриан Балутел сообщил, что не комментирует заявления, которые политизируют тему, и что фермеры были приглашены на ближайшую возможную дату. Напомним, что в четверг, 19 сентября, группа аграриев из нескольких районов страны устроила акцию о резиденции президента. Производители потребовали встречи с главой государства, поскольку они недовольны законом о мерах поддержки. Аграрии считают, что проект приняли в спешке, а шестимесячная отсрочка для выплаты долгов кредиторам слишком мала. Футболки с посланиями становятся трендом среди народных избранников. Депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман пришла на заседание 20 сентября в одежде с надписью «Долой Майю Санду». На вопрос о выборе футболки она ответила, что это подарок от её сторонников. Я вообще скажу честно, мне подарили мои сторонники эту футболку довольно давно, уже где-то полтора года назад, я её с большим удовольствием ношу. Особенно в те моменты, когда вижу, что ситуация накаляется и выходит за пределы законности и за пределы здравого смысла. В беседе с ньюсмейкером представители ПАС отказались комментировать жест парламентария. Позже, одетая в ту же футболку, Диана Караман приняла участие в акции протеста, которую коммунисты провели перед зданием Конституционного суда. Они были недовольны тем, что инстанция отклонила апелляцию относительно даты выборов. Протестовавшие считают, что президентские выборы следует организовать в течение двух месяцев по истечении мандата. Конституционные судьи отметили, что процедура избрания будущего главы государства должна начаться до истечения срока полномочий действующего президента. Коммунисты убеждены, что судьи КАЭС выносят политические решения в пользу представителей власти. Мы считаем, что представители Конституционного суда сегодня не способны соблюдать и заниматься соблюдением Конституции Республики Молдова. И единственный выход, единственное решение, которое в данной ситуации может себе позволить любой адекватный чиновник, любой патриот, это подать в отставку. Ньюсмейкер запросил реакцию представителей Конституционного суда по поводу обвинений, но те заявили, что комментариев не дают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова